За прошедшую неделю на территории Ненецкого автономного округа зарегистрировано 151 происшествия, из них 17 преступлений, из которых 6 раскрыто. По 11 проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, совершивших преступления. Привлечено к ответственности 56 граждан за распитие алкоголя и появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. За неделю произошло 10 дорожно-транспортных происшествий. Пострадало два человека, причинен материальный ущерб. Так, 26 августа 2017 года около 8 часов у дома номер 2 по улице Губкина поселка Искателей, жительница округа 89 года рождения, управляя автомобилем, не справившись с управлением, совершила наезд на проходившую по тротуару женщину. В результате дорожно-транспортного происшествия потерпевшая бригадой скорой помощи доставлена в приемный покой Ненецкой окружной больнице, где и оказана медицинская помощь. Прибывшие на место происшествия сотрудники госавтоинспекции в ходе проведения административных процедур установили, что водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту сотрудниками госавтоинспекции проводится проверка. В минувшее воскресенье около 20 часов 45 минут в районе конечной остановки поселка Искателей неизвестный автомобиль на пешеходном переходе совершил наезд на женщину, после чего скрылся с места происшествия. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам госавтоинспекции установлено, что ДТП совершил водитель автомобиля марки «Субару». В течение получаса после дорожно-транспортного происшествия на улице Первомайска города Наринмара сотрудниками полиции задержан мужчина 81 года рождения, управляющий данным автомобилем. Проведенные административные процедуры показали, что водитель автомобиля находится в состоянии алкогольного опьянения. Также полицейскими установлено, что данный водитель ранее уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. В целях профилактики правонарушений на территории округа сотрудники УМВД России по Ненецкому автономному округу провели ряд оперативно-профилактических мероприятий. В целях противодействия незаконной миграции граждан третьих стран и пресечению преступной деятельности организованных групп и преступных сообществ с международными и межрегиональными связями, занимающихся организацией незаконной миграции, торговлей людьми, с 18 августа по 1 сентября 2017 года проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегал», в ходе которого проверен 31 адрес компактного проживания иностранных граждан, выявлено 6 административных правонарушений. На территории округа 23 и 24 августа текущего года сотрудниками полиции проводилась оперативно-профилактическая операция «Семья», направленная на снижение уровня семейного неблагополучия и социального сиротства на территории округа. В рамках операции за неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию детей к административной ответственности приручено пятеро родителей, выявлено и помещено в терапевтическое отделение Ненецкой окружной больницы одна несовершеннолетняя, находящаяся без надзора родителей. Всего за время проведения мероприятия сотрудниками полиции проверено 45 неблагополучных семей. В целях соблюдения правил дорожного движения по предоставлению преимуществ в движении пешеходам, переходу проезжей части в зоне действия знака «Пешеходный переход» с 25 по 27 августа проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Водитель-пешеход». Выявлено 9 административных правонарушений. Всего проверено 22 транспортных средства. В феврале 2015 года сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции у МВД России по Ненецкому автономному округу пресечен факт незаконного сбыта контрафактного алкоголя на территории города Наринмара. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейскими выявлен факт реализации немаркированной алкогольной продукции и незаконного использования товарных знаков известных иностранных производителей. Установлено, что двое мужчин, постоянно проживающих на территории округа, осуществляли оптовую реализацию алкогольной продукции на территории города. При попытке реализации партии алкоголя данные граждане были задержаны и при осмотре автомобиля, принадлежащего одному из задержанных, обнаружена алкогольная продукция брендовых сортов с поддельными акцизными марками. Данный товар предназначался для реализации среди заведений общественного питания. В дальнейшем полицейским установлен оптовый склад с хранением крупной партии немаркированного российского алкоголя, предназначавшейся для оптовой продажи. Всего в ходе проведенного мероприятия полицейскими изъято более 3200 литров алкоголя, с реализацией которого злоумышленники могли получить доход свыше полутора миллионов рублей. По данному факту следователям следственного отдела управления в отношении жителей региона возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом А.Б. 6 ст. 171.1 Уголовного кодекса РФ, производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и нанесение информации, предусмотренной законодательством РФ, группы лиц в особо крупном размере. В ходе расследования уголовного дела вина жителей региона доказана полностью. В августе 2017 года по приговору Наринмарского городского суда одному из злоумышленников назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафом обоим фигурантам уголовного дела в размере 250 тысяч рублей. 21 августа текущего года дежурную часть полиции с заявлением обратила жительница региона 69-го года рождения и сообщила, что стала жертвой телефонных мошенников. Со слов заявительницы полицейским установлено, что ей на мобильный телефон позвонил неизвестный номер. И женщина, представившись сотрудником службы безопасности банка, сообщила потерпевшей, что из ее карты из-за банковской ошибки произойдет списание денежных средств. И для того, чтобы этого не случилось, жительнице округа необходимо продиктовать по телефону реквизит ее банковской карты. Женщина, не задумываясь, продиктовала данные своей карты телефонному аферисту. Через некоторое время ей на мобильный телефон пришло сообщение о снятии с ее банковского счета 11 тысяч рублей. Потерпевшая сразу же перезвонила на номер сотрудницы банка, но телефон оказался выключенным. Женщина поняла, что стала жертвой телефонных мошенников и обратилась в полицию. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. 22 и 23 августа 2017 года в автоклассе средней школы номер один города Наринмары сотрудники ГИБДД совместно с представителями управления информатизацией аппарата администрации округа проводили акцию «Госуслуги проще, чем кажется». Полицейские специалисты управления информатизацией рассказали учащимся автошколы о предоставляемых окружной госавтоинспекцией госуслугах и о способах их получения, а также о скидке в 30% при оплате госпошлины. Участники акции, имея при себе паспорт и страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, смогли благодаря помощи организаторов мероприятия пройти регистрацию, подтвердить свою учетную запись и подать заявки на получение госуслуг по линии ГИБДД в электронном виде. Если вы стали очевидцем происшествий или преступлений, сообщайте об этом в дежурную часть полиции по телефону 02 или 421-26. Это была программа 112 с обзором событий за прошедшую неделю. Будьте бдительны, берегите себя!